Мексиканец всегда соглашается, он не умеет говорить «нет». Если сюда приезжать, вам английского не хватит, нужен обязательно испанский язык. Они не пунктуальны, и надо быть толерантными, надо уметь работать и знать, что они могут опоздать. Очень важно, когда вы собрались в Мексику, особенно на ПМЖ, зайдите в Facebook, найдите группу «Русские в Мексике» или там еще «Женский клуб» и так далее, и задайте вопросы. Если вы видите, что негде руки помылить в Мексике, это нормально. Мехико-Сити – это столица, так же, как Москва. Тут цены, конечно, безумные на покупку жилья. В городе Мехико не предоставляют дорогу пешеходу. Надо руку поставить, чтобы они сообразили, что обязаны остановиться. Насколько мексиканцы доброжелательны? Я считаю, что мексиканцы очень доброжелательный народ в основном. На улице ты спросишь, они тебе всегда покажут дорогу. Правильная она или неправильная. Они тебе никогда не скажут «нет». А тебя могут, да, и проводить некоторые. А в основном, даже если не знают, пока вот это туда, это туда, это туда. Доброжелательные, но очень легко могут взорваться, если на них идешь с агрессией. Нетолерантные на агрессию. Но в то же время мексиканец всегда соглашается. Он не умеет говорить «нет». На все говорит «да, конечно». Но он не говорит «когда». Можно сказать «завтра». Маньяна. Но эта маньяна может быть в 10 часов, в 11. Они не пунктуальны в основном. Это я обобщаю. Они не пунктуальны, и надо быть толерантными. Надо уметь работать и знать, что они могут опоздать. Что в таких случаях ты делаешь? Ну, зависит от интересов. Если это мне нужно, я терплю. Если это им нужно, я просто ухожу. Если они вовремя не приезжают, я там 15 минут, 20 минут звоню по телефону. Ты далеко? Да, нет. Или встретимся в другом месте, или давай уже на следующий день. Наверное, ты говоришь про сферу обслуживания? Про сферу обслуживания, да, и тоже есть очень пунктуальные профессионалы. Ну, и поэтому их сервис стоит очень дорого. В два раза дороже, чем простой. Мексиканцы доброжелательные люди. Они открыты, улыбчивы. Они всегда помогут. Даже если ты оказался в какой-то затруднительной ситуации. Даже если у тебя нет языка, они постараются с тобой поговорить. Помочь тебе объясниться каким-то образом. Это в них есть. Это природное. То есть это не наигранное, как, возможно, может быть в других странах, когда натянутое и неискреннее. А здесь они от души это делают. И они так живут. У них очень много в языке, пожалуйста, спасибо, извините, а не могли бы ли вы даже в семье. И зачастую, когда русские приезжают, мы им кажемся очень грубыми и жестокими. Потому что, ну, кроме интонации, кроме, может быть, жестких интонаций в голосе, мы не настолько доброжелательные. У нас этого изначально нет в душе. Вот прям вот рассыпаться в комплиментах. Иногда от этого устаешь. Когда тебе нужно вопрос решить быстро, и тебе не нужно выслушивать, тебе нужен результат. А они продолжают тебе расписывать, расписывать. И, конечно, когда сюда приезжаешь, нужно свои привычки понять, что здесь живут по-другому. Здесь абсолютно другой мир. Он в чем-то похож на русский мир и в чем-то очень сильно не похож. Расскажи подробнее про русскоязычное комьюнити. Русское комьюнити здесь дружное, на мой взгляд. Потому что я очень плотно с ним общаюсь. Достаточно дружное. Бывают какие-то нюансы. Но в отличие от многих стран про русский комьюнити, которые я знаю, здесь не меряются, скажем так, а я богаче, я беднее, ты там, я там круче, я живу в районе лучше. Нет, здесь все достаточно. Вот эти границы между русскими и русскоязычными, тут я говорю не только про русских, а из постсоветского пространства, очень нивелированы. Для тех, кто сюда приезжает, комьюнити, оно дружелюбное. И очень важно, когда вы собрались в Мексику, особенно на ПМЖ, зайдите в Фейсбук, найдите группу «Русский в Мексике» или там еще «Женский клуб» и так далее, и задайте вопросы. Я когда сюда переезжала, в Фейсбук группа только формировалась. Я о ней не знала. Я приехала, ну это мой географический провел, но я была уверена, что мексиканцы, кроме испанского, легко разговаривают на английском. То есть это каждый второй. Ну они же близко к США, тут логика была бандинистая, железная. Когда я приехала сюда, единственное место, где я могла разговаривать по-английски, это был Старбакс. Учет испанский. Если сюда приезжать, вам английского не хватит. Нужен обязательно испанский язык. Тебе, чтобы дойти до уровня разговорного, сколько потребовалось времени? Чистого времени? Много. Есть вот этот миф, что не зная языка, приезжаешь в среду и заговоришь. Вот со мной, я в него всегда доверила, и так и приехала. Со мной не сработал ни на йоту, так сказать. То есть здесь есть школы, которые учат иностранцев испанскому, и в них надо идти. Они стоят денег, ну там берешь курсы и учишь. Это нужно. Можно с преподавателями частными учить, но мне кажется, оптимально учить вот в институте быстрее. То есть там полностью на испанском все, тебя погружают, тебе объясняют. Твой личный топ самых нужных слов. Буэнос диас, пор фавор, это главное слово, которое вы должны запомнить. Пор фавор и мучас грасиас. На что бы вам там не сказали, обязательно. Это три. Так, perdón, то есть извините. Куанта куэста? Сколько стоит? Петр, расскажи, пожалуйста, про особенности вождения в Мехико. Ну, особенности здесь однозначно начинаются с берегись таксистов и берегись автобусов. Это люди, которые ездят без правил дорожного движения, которые затормозят в любой момент, даже не предупреждая, не включая сигналку, аварийку. Здесь большинство людей очень плохо водят машину, потому что получают права просто так. Ты платишь и тебе дают права после 18 лет. Сколько стоит права? Не знаешь правил. Сколько стоит права? Они стоят в районе 600 PS. Это без дачи, да? Это без дачи. Это примерно 2000 рублей в районе. Если машину арендуешь, то что нужно знать? Надо иметь кредитную карточку, иметь права. Как иностранец, те могут попросить права интернациональные. А российские права здесь, что с ними будет? Их берут. Получишь штраф? Их принимают. Нет, их принимают. Если у тебя форма мигратория, FM2, если ты уже здесь живешь, а не как турист, то ты обязан иметь права мексиканские. Примерная стоимость автомобиля здесь? Ну, от 200 тысяч рублей. Не рублей, а 200 тысяч песов примерно. Это дешевые варианты Nissan. Ниссан. 1700, да? Где-то в среднем. Примерно 600-700 тысяч. Сколько стоит машина? Допустим, в России у нас облагается налогом лошади. Здесь какая система? Здесь на моторы, то есть сколько у тебя лошадиных сил нету, налогообложения есть от цены, то есть от стоимости машины. Если дорогая машина, обкладывается. Ну, я не владелник дорогой машины, поэтому не знаю, какие налоги. Но знаю также, что все Mercedes, Audi, BMW и прочее, то, что должно обкладываться налогом, они просто ставят на учет в соседней области. Если ставить номера Morelos, то там уже не обкладываться налогом, ты не платишь никакие налоги просто. Что касается пешеходов, как здесь их пускают, не пускают? Насколько можно ориентироваться на зебру? На зебру надо быть осторожным, потому что в городе Мехико не предоставляют дорогу пешеходу. Надо руку поставить, чтобы они сообразили, что обязаны остановиться. Если аварии происходят на арендной машине, то каков алгоритм действий? У тебя страховка, всегда тебе ориентуются страховкой, ты вызываешь эту страховку, у тебя дается телефон, куда ты должен позвонить, и они тебе очень быстро помогают. В течение 20 минут уже кто-то должен подъехать, и тебе дают всю помощь, которой нуждаешься. Насколько здесь возможны автоподставы? В городе Мехико это редко бывает, когда ты едешь в какие-то отдаленные районы страны, там могут быть поставы, да. Там наркотрафик переодевается в полицию, тебя могут просто попросить выйти из машины, проверить, что у тебя нету. Это могут быть, даже тебя не воруют, а просто проверят, кто ты такой. Прямо могут переодеться, форму полиции, тебя остановить. Могут ограбить, а могут пропустить. Каковы сейчас цены на недвижимость в Мехико? То есть, я сейчас говорю и о покупке, допустим, пускай это будет какая-то квартира а-ля трешка, да, для трех человек, для семи из трех человек. И какова аренда? Мехико, то есть, вот Мехико-сити, это столица, так же как Москва. Тут цены, конечно, безумные на покупку жилья. То есть, если покупать, то, конечно, предпочтительно куда-нибудь уезжать в Кереторо. Кереторо это город 200 километров от Мехико, быстро развивающийся. И там за 3 миллиона, где-то 150 тысяч долларов можно купить очень хороший дом, очень. По аренде стоимость где-то 70-90 квадратных метров от 17 до 23 тысяч песо. Это хороший район? Ну, это средний район. То есть, хороший, если брать там такую мапулянку, там еще выше. С каким доходом примерно плюс-минус комфортно жить на семью из двух человек и на семью из четырех человек? Я думаю, что если нормально жить и даже заниматься спортом, ходить в качалки, все, от двух человек, я думаю, около двух тысяч долларов, четыре человека, ну, от трех тысяч долларов, это такой доход, который можешь вообще себе ни в чем не отказывать. Приехал недавно из Стамбула, и во многих путеведителях и рейтингах Стамбул считается как город с самым доступным и качественным фастфудом. Но и в Мехико фастфуд тоже довольно-таки безопасен и недорог. Вот расскажи про еду. Ну, во-первых, Мексика – это страна, где латиноамериканцы, они любят фесту, любят праздник. Это значит, что ты в любое время суток, ты можешь выйти и найти, где перекусить. Это в три часа ночи, в пять утра, в восемь утра будут завтраки, будут ужины. В Мексике очень популярны токерия, которые на каждом углу можешь найти. Есть дорогие, есть дешевые забегаловки, где ты не отраиваешься, где реально ты можешь вкусно покушать. Надо знать эти места. Да, очень часто бывает, что иностранцы заболевают из-за того, что не привыкли к остроте продуктов или к каким-то уже аспектам. Едим везде. Если вы видите, что негде руки помыть, в Мексике это нормально. Все русские, мы на этом обращаем очень внимание. Помыть руки, прежде чем приняться за пищу. Здесь, в Мексике, на каком-нибудь углу, где съесть такос, там даже это и не думают. Там даже и салфеток нет. Здесь тебе как климат. Вот Мехико – идеальный климат для меня, потому что здесь только два месяца в году очень жарко, а в остальное время очень комфортно. Я пожила в Канкуне, для меня очень жарко. Все, что больше 25-23 градусов, очень жарко. Есть места в Мексике, которые просто невозможно выйти на улицы и жить можно только с кондиционером. Такие я даже не езжу в туристические поездки. Не секрет, что каждый раз после Олимпиады или Мундиаля начинается некая миграция. Были ли случаи, что приезжали девушки с желанием выйти замуж за мексиканцем? Конечно, были. И мы, когда начался чемпионат мира по футболу, мы ждали, что приедут. Потому что мексиканские мужчины, они очень такие открытые, доброжелательные, легко заговаривают с девушками. И нашим русским девушкам это нравится. Есть ли неудачные варианты? Насколько можно быть обманутым и обмануться самой? Можно. Мексиканцы очень красиво говорят, особенно в переписке они могут... Разговор ведется на английском языке чаще всего. Это может быть еще трудности перевода. Не так скал, не так поняла. Поэтому первым делом, когда вы решаетесь приехать в Мексику, обязательно имейте свои деньги. Не надо продавать в России квартиру и говорить, все, я эти деньги приеду сюда и буду жить с любимым, куплю квартиру и все, и за все плачу. Нет, не сжигайте мосты. Вы всегда сможете вернуться, если все хорошо, продать квартиры, машины в России и переехать сюда уже насовсем. Приедьте, посмотрите. Обязательно имейте деньги на обратный билет, свои деньги, свою карточку, свои деньги, если что-то пойдет не так, и у вас будут деньги на еду, на проезд, на обратный билет. Не слушайте разговоров, когда... Проверьте, где живет ваш предполагаемый будущий муж или жених. Для этого свяжитесь с теми, кто живет уже в Мексике. И это не стыдно спросить, а вот этот район хороший, мне предлагают туда переехать. Потому что, ну, редко бывает, когда из очень плохого района человек, вот он говорит вам место, и это очень плохой район, что он окажется олигархом, да, или хотя бы человеком с образованием. Здесь это как бы важный пункт. Поэтому это тоже надо учитывать. Естественно, когда вы приехали в Мексику, не надо сразу беременеть и рожать. У нас в женском клубе, в фейсбуке, в группе есть памятка въезжающим, и это одно из, там, в первую пятерку входит. Не надо рожать, да, памятка въезжающим, женщина причем. В Мексике два первых года не рожайте. Это как бы смешно, но вы избежите множества проблем. Два года вам примерно будет нужно, чтобы узнать человека. Есть ли у мексиканцев возможность отсудить ребенка? Есть, возможность такая есть. В Мексике суд, конечно, всегда на стороне матери, но чаще всего побеждает тот, у кого больше денег. По-разному бывает. Если все-таки у вас не сложилась жизнь, и вы уже родили ребенка. Если человек адекватный, то мексиканцы очень любят детей. Поэтому бояться того, что лучше разойтись мирно, постараться мирно разойтись и договориться, и это самый лучший вариант. А если уже идет на конфликт, тогда мексиканец может пойти на конфликт и действительно отобрать ребенка так, чтобы вы его никогда и не увидите. И такие тоже случаи есть. По-разному бывает, знаешь, в каждом домике свои гномики, как говорится. И поэтому лучше все решать мирно и полюбовно. Даже если у вас не сложилась жизнь и уже есть ребенок, постарайтесь дать ему гражданство, пока у вас еще хорошие отношения. Русские девушки тоже часто совершают ошибку, когда говорят, а зачем моему ребенку русское гражданство? Они его и русскому языку часто не учат. И это большая проблема здесь, когда женщина начинает говорить на испанском и забывает русский язык, что вообще она как бы из России приехала. И когда время получать, вдруг кортятся отношения с мужем, она думает о русском гражданстве, а уже его не сделать. То есть делайте гражданство российское сразу. Она понадобится вашему ребенку. Если смотреть в разрезе 10 лет, что тебе дал переезд? Переезд мне дал ту жизнь, которую я сейчас имею. Я смогла здесь применить свои навыки, то есть я смогла раскрыть свои способности. Я не переехала так, что я сожгла мосты, все забыла родину, забыла Россию, страна, Россия там с плохими эпитетами и так далее. Буду же здесь, здесь все классно. Мексика, она очень разная. Но благодаря вот этим 10 годам я это поняла. Потому что я уезжала, что за границей лучше, как у нас молодежь сейчас думает. Да, там, где нас нет, везде лучше. А оказалось, что и родина хорошая, и в другой стране можно жить, если ты найдешь применение своим талантам и способностям. Если ты будешь что-то делать, если ты продолжаешь работать, продолжаешь двигаться, продолжаешь общаться, то есть узнавать много людей. Среди мексиканцев есть интереснейшие люди, умнейшие люди. Просто ты наслаждаешься общением с ними. Очень много учились за границей. Просто нужно найти тот круг, тот уровень общения, который подходит именно тебе. Блиц, готова? Давайте. Поехали. Мэр Мехико. Мэр Мехико, мэр Мехико. Это женщина. Клаудио Шейнбаун. Клаудио Шейнбаун. Самое часто встречающееся мужское и женское имя в Мексике. Мария, женское, Хосе, мужское. Ну, как в Библии, Хосе и Мария. Мужское Хуан и женское, я не знаю, какое больше встречается, но мое любимое это Лупита. Как считаешь, зачем люди переезжают на ПМЖ в другую страну? Чтобы найти лучшую жизнь. Все переезжают по своим причинам. Кто-то за деньгами, кто-то за климатом, кто-то полюбил кого-то. Что ты не рекомендуешь делать людям, которые переезжают сюда на ПМЖ? В первую очередь я не рекомендую отстраниться от русской общины. Чтобы они с нами были и приближались с момента, как приезжают в Мексику. Не стал бы сразу вкладывать какие-либо деньги прямо с первого дня. То есть хотя бы полгода пожить, осмотреться, подучить язык, познакомиться с людьми. И только после этого смотреть уже, куда вложиться. Что бы ты не стала делать при переезде, обладая сегодняшними знаниями? Я бы не стала жить в маленьких городах. Если переезжать, то в большой город. Назови любое мексиканское ругательство на испанском. Первое, что приходит в Голубь, пендехо. Как это переводится? Пиздец, пиздец. То, что я им обычно, и поэтому их так и называю. Каброн. Каброн. Что это? Козел. Чингал. Что это? Типа, черт возьми. Похарактеризуй Мехико тремя эпитетами. Разнообразный, красивый, с большими возможностями. Открытые сердца людей. Много культуры вокруг. Ну и хороший климат. Много пробок. Не самая лучшая экология. Но и в то же время, для меня, по крайней мере для моих знакомых, один из самых привлекательных климат. Потому что всегда средняя температура. Не холодно, не жарко. Готов ли ты тут встретить старость? Готов, но я также могу спокойно уехать в Россию. Я в Россию езжу каждый минимум раз в год. Мне там очень нравится тоже. Это может быть твоим финальным пунктом назначения, где ты готов встретить старость? Ну не только может. Это уже есть мой финальный пункт. Ты говоришь, ну дай бог, чтобы еще лет 40 походить, покоптить это небо. Но думаю, что здесь мы и встретим эту старость. Это может быть твоим финальным пунктом назначения, где ты готова встретить старость? Может быть, может быть. Но я и не отрицаю, что могла бы вернуться в Россию. Везде меряют температуру. Маска, маска. Люди открыли для себя Мексику, и все едут сейчас к нам. В Мексику запрещен въезд, Туркменистан, Узбекистан, вот эти все станы. Цена приема врача, это консультация здесь стоит, начиная от 45-40 долларов. В отелях зарплата на ресепшене где-то 10 тысяч песо. У кого есть там американская мечта, сейчас есть такое понятие мексиканское, да? Mexican dream. Мексиканская. Мексиканская. Мексика. Мексиканская. Мексиканская. arning rate.